If you really wanna go and get it, this ain't the secret, boy, I said it, this ain't the place for those nice settings, but is the fame much better, cause they watch every move, yeah, we must improve. Вот это просто поразительно, ты идешь какими-то узкими улицами в трущобах, выходишь к хибаре, но вход в эту хибару охраняет замок с биометрией. Сверху висят камеры, которые тоже свою биометрию считывают и следят за тем, чтобы здесь ничего не натворили, всюду вот такие вот указатели, что осторожно вас снимает скрытая камера. Вот это вот сочетание хай-тека и трущоб, оно просто удивляет в Китае. Сегодня о стране, где мегагорода строятся за пару десятилетий, причем по технологиям, которые обгоняют все, что есть в остальном мире. Слышите, как тихо? Это центр города. Здесь абсолютная тишина, потому что огромное количество электрокаров на дороге. Ребята, это первое высокоскоростное метро, на котором я когда-либо ездил. Поезд, когда начинает разгоняться, здесь прям закладывает уши. Сравним самые дорогие европейские машины. Ребята, это Майба. Смотрите, монитор просто, просто изгибается. С обычными китайскими. Вот послушайте, как на цементе. Вообще просто нет скрипов. Как в Китае строятся многомиллионные бизнесы. До 30 лет, я помню, я заработал первый миллион долларов. И как копируются технологии. Ребята, первый раз поглядаю за тем, как будет промышленный чемпионаж. Как сейчас. И, конечно, покажем обратную сторону всего этого. Что такое китайские города-призраки? Ну, вот видите, заброшенное место. Точнее, не то, что заброшенное, никем даже и не занято. Заброшенное. Здесь, видимо, должен был быть магазин. Как устроен мир китайских подделок? Я, конечно, привез вам сувениры. Ребята, мы сделали его сами. Он абсолютно, абсолютно, как настоящий. И как выглядят изнутри местные трущобы. Там наверняка туалет. Ой, да, это туалет. Ой, прям. Окунемся в реальный китайский андеграунд. Они просто зарежут тебя. И заберут твое дерьмо. Пойми, есть вещи, которые нельзя рассказывать на камеру. Ребята, мы в самом необычном районе Гуанчжоу. Это черное гетто. Я Стас Натанзон, и это будет Китай, каким вы его еще точно никогда не видели. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, мы в Гуанчжоу. Это не просто китайский мегаполис, не просто мегапорт или торгово-экономический центр. Гуанчжоу – это в каком-то смысле квинтэссенция Китая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот город является центром невероятного явления. Здесь воедино срослись сразу несколько мегаполисов. Это сам Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг и Макао, создав мега-мега город, в котором есть все – и хай-тек, и кустарные фабрики, и элитные районы, и трущобы. И сегодня на примере Гуанчжоу постараемся понять, что такое современный Китай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, сэр. Вот так вот еще из такси не успеваешь выйти, здесь уже тебе предлагают копию часов. Вот это, ребята, за моей спиной официально крупнейший в мире рынок подделок в Гуанчжоу. Погнали! В этот торговый центр я приехал с Артуром, который недавно переехал работать в Китай. Прямо напротив огромного торгового центра к тебе подходит человек и говорит – пошли, я тебе продам, кушай всяких подделок. Этот человек ведет нас куда-то на склад. Ребята, мы спускаемся в какой-то подвал просто. Натурально подвал. И тут груды. Груды вещей. В этих же переходах, кроме вещей, вы встретите то, что вообще редко можно увидеть в Китае – бездомных. Вот это, ребята, то, что вообще обычно не показывают. Причем, как только я начал там снимать, вот мужчина за моей спиной, он подошел и что-то начал прямо на меня смотреть. Прямо так смотреть, очень пристально, да, продолжает смотреть. Вот, просто увидев, что я снимаю бездомных, которые спят внизу в переходе. Когда я попытался уйти, мужчина принялся меня преследовать, с кем-то тут же связываясь. И, в общем, этот человек теперь продолжает идти за мной, прям следом. Вон он, смотрите. Он там фотографирует меня. И куда-то отправляет, кому-то звонит. Тут мне стало не до шуток. Мужик все преследовал меня. В такие моменты думаешь о самом неприятном. Оказаться где-то в китайской службе безопасности не хотелось, хотя я не делал ничего незаконного. Не знаю, кто это, просто человек в штатском. Увидел, что я снимаю бездомных и начал за мной следовать. Но как я не убегал, мужик не отставал. Просто все идет и идет за мной. Смотри. Просто идет. А мужик какой-то за нами идет. Прямо реально идет. Да, да. Окей, let's go. Выйдя на улицу, я прикрылся зонтом, чтобы меня было не узнать. Повезло, что шел дождь и таких было множество. Так, все ребята, я просто сваливаю, потому что реально мужик идет жестко за мной. Ему не понравилось то, что я снимаю. Я думаю это какой-то царушник или что-то. Ну не царушник, а точнее как это называется здесь в Китае. Не знаю. Если вы с таким сталкивались здесь в Китае, напишите мне в комментариях. Отстал? Да, вроде бы отстал. Вроде бы все, не идет. Я думаю, что за зонтиков просто нас не узнал. Он смотрел на тебя и достал твоим фон. Дальше мы ушли. А он сказал, что он идет за нами. Я увидел его. Ну вообще, если честно, очень неприятно. Такой типа амбал крепкий идет за тобой. Прямо начинает преследовать. Я в одну сторону, он туда же. Я в другую, он туда же. Я на лестницу, он туда же. Наш проводник при этом вообще не волнуется и идет куда надо. Мы идем, ребята, просто вот в трушное место по продаже подделок. Трушное. Не все вот эти вот рынки, не все вот эти вот какие-то торговые центры, а прям трушное. Мы заходим в какой-то шоу-рум, где никого больше нет. Он до отказа забит брендовой одеждой. Увидев мою камеру, продавец тут же выставляет нас вот. В результате нас привели в какой-то подпольный шоу-рум. Окей, но они не хотят, чтобы снимали. Окей, мы идем. Ладно, мы уходим. Окей, окей. Ну, в общем, вот здесь вот самые настоящие цены. Окей, 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 окей. Только в таких нетуристических шоу-румах вы можете найти по-настоящему качественные подделки, причем по очень низким ценам. У нас еще будет отдельный выпуск о мировом рынке китайских подделок. Не пропустите. Наш проводник ведет нас в следующий такой же шоу-рум. Впервые вижу магазин витрины, в котором, смотрите, задрапированы, а сам он закрыт и пускает только избранных. Нас привели вообще черт знает куда. Какая-то просто непонятная локация, подвальное помещение, здесь магазин. Но сюда нас тоже не пустили из-за камеры. Через какое-то время мы все же находим тех, кто готов открыть нам двери. Ребята, это просто реальная частная лавочка Balenciaga по продаже всех подделок. Balenciaga, это что, Живанши, это Burberry. В таких местах вам не предложат ширпотреб, у которого будут торчать нитки и который будет криво шит. Здесь подделки класса. Если вы думаете, что все это для дешевых рынков и туристических развалов, то нет, эти подделки продаются в магазинах дорогой одежды по всему миру. В 2022-м владелицу элитного бутика в штате Нью-Йорк оштрафовали на 40 миллионов долларов за продажу поддельных Гуччи и Луи Виттон. 2023-й год. Аналогичная история из Австралии. Иногда дорогие бутики сами не знают, что на их прилавках подделки. Вот пресс-релиз американского суда. В 2016-м году он приговорил вот эту женщину со сложным именем Припича Смацарабух, которая покупала оригинальные сумки за тысячи долларов, а потом возвращала на уже подделки. А оригиналы перепродавала. Магазины не замечали разницу. Так она обманула 60 торговых точек и заработала 400 тысяч долларов. Но магазины тоже не оставались в накладе. Они продавали возвращенные вещи, думая, что они оригинальные. Какое качество? Качество супер. Ну, как мне кажется, очень плотный материал. Да, прям толстые реальные футболки, да. И, прям, посмотри, я не знаю. Я, конечно, оригинал как бы не очень, но... Ага. Идеальные швы, да. Такие подделки не будут стоить копейки, как низкокачественные. Замятная деталь, ребят. Смотрите, в этом магазине подделок даже стул, как Луи Виттон. Типа, сидел я на ваших брендах. Мы еще вернемся на этот рынок подделок за сувенирами. Но сначала немного совсем другого Китая. Записывай, да? Да. Короче, ребят, исторический момент. Я пытаюсь в кафе заплатить наличными в Китае. Не делайте так. Это небезопасно. А вот только что он показал деньги, и он куда-то убежал. Да. Типа, кассир такой, наличные деньги. А что с ними делают? Это же бумага. Что делать? А? Два юаня есть? Два юаня, да, у меня есть. Ну все. А если... Чувак, смотрите. Могу я показать это? В пакетике вынес мне бумажные деньги, вы понимаете, да? У него не было, просто у него не было наличных денег. Потому что он такой, типа, что наличные деньги принес? Ты какой-то, я не знаю, ты откуда из гор, что ли, спустился? Ты где их достал? Ты что, верблюда бы мне привел сюда, чтобы кофе обменять, понимаете? Такой, типа, что? На лошадях туда прискакали. Да, у тебя что, нормального QR-кода нет? Ты вообще откуда? Ты в набедренной подвеске, что ли, какой-то непонятный тупуаз? В Китае давно платят не наличными и даже не карточками, только QR-кодами. Через два приложения – Alipay и WeChat. И даже бездомные просят кинуть им деньги по QR. Видите, у этого кот на груди. Хотя, конечно, от бумажных денег не отказываются. Представляете, уличных попрошает WeChat. Электронная торговля здесь дошла до такого уровня, что даже кофе люди покупают только в приложении. И во многих кофейнях просто нет кассового аппарата. Садясь в ресторан, никто не ждет официанта, а заказывают еду удаленно. По городам Китая снует бесчисленное количество курьеров, причем все они на электроскутерах. Ребята, мы в Шэньчжэне. Городе, которого еще 40 лет назад не существовало. А теперь это один из крупнейших мегаполисов страны, которые называют высокотехнологичной столицей Китая и китайской силиконовой долиной. Шэньчжэнь просто невероятно зеленый город. Посмотрите просто какие разлапистые деревья. И так даже сразу и не скажешь, что я нахожусь вообще-то в самом центре между огромными небоскребами. И здесь вокруг одни вот такие вот бетонные высотки. Но из-за огромного количества вот этих вот разлапистых, больших деревьев, скверов, каких-то парчиков, вот таких вот аллей, здесь нет ощущения того, что ты в бетонной коробке. Кроме того, послушайте, вы слышите, как тихо? Это центр города. Здесь абсолютная тишина, потому что огромное количество электрокаров на дороге. И ты их абсолютно не слышишь. То есть вот смотрите, подъезжает машина, а звука от нее никакого нет, потому что это электричка, понимаете? Вот видите, зеленый номер. И вон там тоже едет электричка, зеленый номер. И вот здесь тоже едет электричка, зеленый номер. Электрокары, собственно говоря, не производят никакого дополнительного шума. И поэтому в центре города ты чувствуешь себя как в каком-то парке. В Шэньчжэне зарегистрировано 740 тысяч электромобилей. Для сравнения, в близком по размеру Нью-Йорке около 160 тысяч. Все такси в крупнейших китайских городах сейчас только электрические. Конечно же, до уровня Норвегии, где более 80% транспорта уже на аккумуляторах далеко. Но в Норвегии живет примерно в 4 раза меньше людей, чем в одном только Шэньчжэне. Ребята, поливалка электрическая. Смотрите, это электрическая поливалка. Бетономешалки электрические. Санитайзеры электрические. Скорые помощи электрические. Что там еще? Пожарные, все остальное. Уже все перешли на электро. Мусоровозы, которые приезжают, забирают баки эти мусорные, тоже электрические. Среднего размера траки, которые перевозят по городу всякие кирпичи и тому подобное. Мусор разный. Тоже электрический. Это как раз санитайзер, скорее всего. Да, тоже электрический. Сергей уже много лет живет в Китае. Но в последние два года занимается электроавтомобилями и ведет популярный YouTube-канал о них. Последняя моя машина здесь была BMW. Пока не случилось два года, три года назад вот эта революция их. И я начал тестировать, и у меня просто глаза на лоб выжились. Он везет меня заниматься любимым делом – унижать классические автобренды. Ну что, пойдем тестировать тачки? Давай идем. Это Q8. Почему вот это… Потрогай ее. Просто резина. Да, пластмасска какая-то. Точно такая же, как в «Гольфе» и «Фальсвагене». Один в один. Я не понимаю, почему так. И для сравнения, Сережин – китаец, который в полтора раза дешевле. И вот здесь вот эту патруль. И вспомни, как там. Да, вот здесь прям мягенькая, ребят. Ее прям, знаете, гладить хочется. Она такая, прям нежная, такая мягкая-мягкая. Не, ну это просто… просто… Каким же надо быть пьяным, чтобы купить эту машину? За 100 тысяч купить себе 350 коней с вот этим резиновым пластиком. С вот этим резиновым пластиком. Здесь отделка салона не «Напа». «Напа» только в «Майбах» полагается. Сюда полагается самая обычная кожа. Вот она на ощупь такая, ну просто обычная кожа, такая терткая, негладкая, как в «Майбахе» и как в «Лисяне». И вот этот «Тамагочи», сейчас мы его дождемся ключей и покажем, почему за 100 тысяч долларов экран «Тамагочи». И вот как это в «Китайце». Вот здесь такая панель огромная. Просто как реальный кинотеатр перед тобой. Причем самое занятное, что это кинотеатр для пассажира тоже. Здесь, я так понимаю, я могу там фильмы, да, какие-то… Ох ты, как отзывчиво-то. Фильм могу какие-то выбрать, да? Но любимое занятие Сергея – унижать самые дорогие автомобили. Ребята, это «Майбах». Вот здесь ты чувствуешь «Напа»? Вот здесь «Напа». Да, вот здесь вот нежная кожа, да. То есть в «Кьювось» здесь такая, как в «Лисяне». Да. Которая стоит в четыре раза дешевле. А вот теперь смотри сюда. Ну, во-первых, непонятно, почему здесь пластик. Ну, ладно, это здесь скажут, это «Рояльный лак». Там, в общем, так должно быть. Вот сюда заглядываем. А, ребята, она вся скрипит. А, смотри, она как отходит. А, как можно было себе такое позволить? Посмотри, ну, я такой даже в «Джилле» нет. Ребята, я сейчас микрофон туда поднесу, это нереально. Она вся скрипит. Ну, то есть, наверное, когда ты изначально сидишь в «Майбахе», ты этого не замечаешь, но когда ты пересаживаешься из китайской тачки, ты понимаешь эту разницу, когда «Майбах» весь скрипит. Просто как погремушка. Вот, послушайте. Как на цементе. Вообще просто нет скрипов. Вот, 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 вообще. Сами материалы отделки салона такие же. Но то, как здесь это собрано, это просто позор, реально. Ну, то есть, получается, что качество сборки в Китае, выше, типа, чем в Германии, ну, такой же не может быть. Совершенно может быть. Ну, все наоборот же. Ну, типа, да. Ааа, тоже скрипит. Ну, вот, вот как-то вот здесь все ходит. Ааа, смотрите, монитор просто, просто изгибается. Здесь все скрипит. Вот эта вся часть вообще будет просто нереально скрипеть. Есть настолько странные фанаты бренда, что я иногда даже читаю в комментариях следующее. Здесь скрипит, потому что должно скрипеть, чтобы при аварии все это легко, типа, для безопасности собралось в гармошку и тебя не поранило. Вопрос, почему в Роуз-Ройсе не скрипит? Посмотри, Mercedes-E SUV, нет доводчиков. Ну, нет, у меня есть, здесь нет, и эта машина дороже. А у Zicro X, маленького, ты видел наверно? Там вообще дверь открывается, как в Роуз-Ройсе, сама. И закрывается. Семьдесят тысяч долларов. Поэтому давайте скажем по-честному, у немецких машин лучше шумоизоляция, чем у китайцев. Закрой дверь, закрой вон ту дверь. И здесь бухта сразу как будто бы в капсуле такой. Здесь открыто. Люк еще если закрыть, то вообще будет полностью как в капсуле. Я вообще потерялся где, посмотри, он завис просто. Да, прям видно, что он отклик, то есть через полсекунды где-то, да, после того, как ты дергаешь пальцы. Опять же, почему? У них этого своего нет. Они это покупают либо у корейцев, либо у китайцев, и покупают, им просто дешевую дают вот эту вот всю историю. Они просто продают вот эти машины для динозавров и знают, что конкуренции там нет. Мне стало интересно, и я разыскал состоятельного владельца Audi в Китае. Его русское имя Алексей. Почему именно, который бензин, потому что мне нравится. Вот смотри, вот. Да, вот. Вот этот звук. Да, вот это. Слушай, но динамика. Это мужчина, надо вот такие машины. А электро, то есть они спокойно, тишина, да, вот такие ехали. Но динамика-то у электро быстрее, электро разгоняется быстрее, чем твоя. Ну, там еще один важный момент. Когда ты ходишь в Тарего ехать, да. То есть неудобно найти, где зарядка, да, есть. Но главная причина для Алексея купить немецкую машину была в том, что они в Китае считаются фирменными. Это слово, понятно, думаю, любому, кто жил в СССР. Очень сложно перевести его на какие-то еще языки мира. Фирменный в Китае может считаться только иностранная продукция. Почему я купил фирменные? То есть фирменные, во-первых, это качество, да, хорошее. И во-вторых, то есть все нравятся BMW, Mercedes, Audi, да. Поэтому купил вот это. А ты называешь иномарку, да? Да. Фирменные – это именно иномарка. Китайские, не фирменные. Да, да, да. Ну, вот ты понимаешь, что ты вот за эти же деньги мог купить Лисян? Вот мог купить Ли-7, например, автомобиль. Если Лисян и Audi, я выбрал 100% Audi. Говорят, китайцы горят. И Тесла горит. Все электрокары иногда горят. Есть такое. Объясни, вот как это горит? Вот оно… Говорят, нельзя потушить. Ну, то есть оно горит все, это уже финал. А ты едешь, едешь, вдруг оно загорается? Нет, 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 нет. У тебя есть возможность выйти. Ну, воняет она… Ты имеешь в виду, взрывается? Ну, да, да. Типа опасно это для человека? Ну, конечно, опасно. Но я еще ни разу… Я видел в ТикТоке машины загорались, но я ни разу не видел, что машины, люди сгорели в машине. Спокойно успеваешь остановить, выйти и посмотреть. Ну, надо понимать. Да, бензин тоже горит. Вот недавно видел этот ролик, где мужик на X6 возле говновоски стал, и тот его просто говном, говном тушил его. И кто-то сзади на фоне говорит, слушайте, вот не знаю, что лучше, чтобы она сгорела, или что потом у тебя твой X6 говном потушили. Ну, почему X6 загорелся вдруг? Ну, это же BMW, елки-палки. А почему? А сколько их горит? Вот реально открываешь YouTube, вписываешь, горит там машина с ДВС, и там лента просто. Как они смогли в этом бюджете выделить такую отделку салона? Потому что экраны им достались дешевле, потому что батарея здесь им досталась дешевле, потому что мотор тоже достался дешевле, все делается здесь. Ну, блин, китайцы же все ломаются. Ну, типа, китайское равно ненадежное. Давай, давай в этот момент обсудим, это очень, кстати, интересная тема. Сейчас для многих это будет шоком просто, потому что было шоком для меня. Я когда сюда приехал, я, как и все, как и ты, наверное, да, как и все, знал, помнил, что китайское – это ненадежное. И, как и все, я приехал нищебродом, ничего не было у меня здесь. И, как и все, пошел здесь к каким-то своим целям. Ну и, конечно же, пошел и купил себе бритву. Чтобы ты понимал, она до сих пор не сломалась. Китайское? Да, да. И что бы здесь ты не купил в обычных супермаркетах, оно все вот такой надежности. У многих товаров есть уровень качества. Есть, давай, предположим, возьмем вентилятор. Выглядит одинаково. Фабрика выпускает сразу, сразу выпускают три уровня качества. Первый уровень для внутреннего рынка, который пойдет на прилавки магазинов. Тот, который ничем не отличается от японского, немецкого и тому подобное. Там на самом-то деле очень просто сделать надежный вентилятор. Просто материалы должны быть более крепкие, и все. Второй уровень качества, который идет для средних стран. И третий уровень – это для Африки, там, где не может население себе позволить больше. Вот так вот это все здесь и работает. Я об этом узнал тогда, когда сам немного начал пытаться продавать. То есть я начал заниматься немножко бизнесом, и я вник в эту систему, познакомился с нашими барыгами, которые сюда приезжают закупаться. И они мне сказали, что когда приходишь на фабрику, ты должен им сказать, не давайте мне то, что продается у вас здесь. Нам надо самое дешевое «Г», чтобы обмануть наше население и продать им вот это. Мы у вас скупаем здесь за копейки, у нас продаем там в 3-4 раза дороже. Вот, ну типа меня так учили наши же барыги, учили меня это делать. Слава Богу, я в этой теме варился недолго. У меня с первого раза ничего не получилось. Я, в общем, не буду рассказывать, но не получилось у меня. В Китае иметь бензиновую машину гораздо менее выгодно, чем электрическая. Дело не только в деньгах, но давайте сначала про деньги. В Китае бензиновые и электроавтомобили стоят примерно одинаково. Но у электричек гораздо дешевле заправка и техобслуживание. Кроме того, почти все производители дают на них пожизненную гарантию. Мотор, электроника и коробка и батарея на пожизненной гарантии. Батарея на пожизненной гарантии. То есть все самое важное, но только для первого владельца. В этом весь секрет. Ага, ага. Они знают, что ты все равно не будешь ездить всю жизнь на машине. Ты ее любом случае продашь и гарантия сгорит. Вот в этом-то хитрость. Ну просто приятно. Ты покупаешь машину, ты не переживаешь. Здесь, в Китае. А вот за бугром? Вопрос. Но дело не только в этом. Для того, чтобы ездить на бензиновой машине, вам нужны номерные знаки. Так вот, синие номерные знаки, которые для бензиновой машины. Чтобы здесь получить, их надо покупать. Стоить они в зависимости от города могут несколько тысяч долларов. И их еще надо ждать. Если номер Гуанчжоу, то сколько он стоит? Номер Гуанчжоу, то есть первое условие, надо сначала, ты запросишь Гуанчжоу, не запросишь, а уже запросил пять лет страховка. Ага. А ждать сколько пришлось номер? По-китайски это поймай. Там есть специальное место, компания. Я за 10 тысяч запросил, я за 20 тысяч запросил, купил. А, ты покупаешь место в очереди, чтобы не ждать номер, да? Да, да, да. Ты как бы платишь кому-то, кто стоит в очереди за тебя, да? Я продавал свой номер куанзовский. У меня в Бадере, то есть там стоит два-три. Кто дал мне больше денег, я как бы продавать. Более того, в некоторых больших городах с синими номерами ездить можно только почетным или нечетным дням, в зависимости от того, на какую цифру заканчивается номер. А иногда въезд иногородним бензиновым машинам запрещен на некоторые улицы. В общем, мрак. С электрическими зелеными номерами никаких таких ограничений нет. Но самое, ребята, удивительное то, что, несмотря на то, что электрические машины здесь дешевле, выгоднее, на них удобнее ездить, нет никаких ограничений и так далее, все равно есть люди, которые покупают бензиновые. Все равно дороже, дольше ждут вот этот вот месяц или два, пока дадут им права, но все равно хотят бензиновую машину. Мне кажется, это очень многое говорит о нас, о людях в целом. Вот нет, вот как было, вот даже мне тяжело, но как было, как при моей бабушке, так пусть и будет. На автомобильных дорогах просто немыслимое количество камер, которые штрафуют за нарушение. Ну то есть их сейчас во многих городах много, но здесь они вот буквально бывают каждые 10-15 метров. Причем местные камеры, они когда тебя штрафуют, они мигают, там лампочка такая загорается, и ты сразу понял, что ты попал. Причем эти камеры штрафуют буквально за все, за любые нарушения. Не только за превышение скорости или езду не по своей полосе, за то, что ты едешь с телефоном в руке, за то, что ты не пристегнут, за то, что у тебя нет детского кресла. Они все это распознают, все это видят и потом присылают письма счастья со штрафами. И, конечно, многочисленные камеры распознают лица. Китай не просто мировой лидер по объемам уличного видеонаблюдения, но он еще и первый, кто включил все эти камеры в единую систему автоматизированного отслеживания, которая узнает вас во всех, даже самых неожиданных местах. Маленькая деталь про систему распознавания лиц в Китае. Смотрите, вот это вот аэропорт передо мной, табло информации. Подходим к нему, оно узнает меня по лицу и, смотрите, хоп, сразу выдает мой гейт, значит, куда мне идти, какой у меня рейс, все обо мне знает. Причем я нигде здесь в аэропорту свою биометрию не сдавал. И откуда они ее взяли, ну, я точно не знаю. То ли они фотографировали меня, когда я регистрировался на борт, то ли вообще, когда я прилетел в Китай первый раз, и с тех пор она в каких-то общих единых базах. Биометрию снимают буквально на каждом шагу, вот на входе в метро. То есть полиция знает не просто сколько людей находится сейчас в метро, а кто именно находится внутри метрополитена. Кстати, метро тут вообще охраняют сильно. Перед входом на каждую станцию досмотр, причем под рукой у полицейских каски, щиты, специальные щупы, чтобы сдерживать толпу и выхватывать демонстрантов. На многих станциях установлены вот такие баки для уничтожения бомб. Кстати, китайские полицейские, в том числе и те, которые досматривают, абсолютно нормально относятся к тому, чтобы вы это снимали. Потому что, ну а что страшного, здесь 500 камер их снимают со всех сторон. Здесь, смотрите, одни камеры, вон камера раз, вон там 5 или 6 камер, вон там еще камера, там камера. Они привыкли. В стране работает более миллиарда камер. И учитывая, что здесь еще и по сути один единственный мессенджер, Вичат, и система платежей привязана к нему же, объединив это с данными с камер, можно с невероятной точностью узнать, где, что и когда делал каждый человек, о чем он общался и с кем. Но зато жители страны могут быть спокойны. В дом никто не влезет, уличной преступности почти нет. Но не только это. За водителями общественного транспорта и такси в крупных городах с помощью распознавания лиц следят, чтобы они не переутомлялись, и если начнут засыпать, их отправят домой. А значит, ездить безопаснее. И таких примеров масса. То есть, вообще-то так, если задуматься рационально, то ничего страшного, казалось бы, что аэропорт знает, как ты выглядишь. В конце концов, мы сами делимся и своими фотографиями, и своей геолокацией, и много-много еще чем добровольно в социальных сетях. Так что нас и так можно очень-очень многое узнать. В конечном счете, это же все сделано для безопасности и для того, чтобы было комфортно и удобно. И действительно комфортно и удобно. Не знаю. Но при всем количестве штрафов, камер, Китайцы все равно нарушают. Есть такие правила, которые все знают, что можно нарушать. Ну вот, например, да, знак. Стоянка, парковка, остановка запрещена. Желтая линия тоже значит, что нельзя парковаться. Ну, смотрите. Ну, все-все-все припарковано. Вообще никто не боится. Про китайскую систему наблюдения и штрафов вообще много мифов. Во многом они созданы международными медиагигантами. Например, уже почти десять лет крупные мировые СМИ рассказывают о системе социального рейтинга в Китае. Куда бы ни пошла Оян Па, за ней всюду следят. Что она покупает, как себя ведет, все записывается и оценивается, чтобы понять, насколько она ответственна и заслуживает ли доверия. Одна беда. Никто в самом Китае никогда о такой системе не слышал. Это выдумка. Системы социального рейтинга с лайками за хорошие поступки и дизлайками за плохие в Китае не существует. Я своей жене вообще про это говорил. У меня жена китаянка. Я говорю, что вот новости говорят про социальный рейтинг Китая. Я перевел, сказал, что говорят. Она там вообще смеется, не может. Она засула чуть не упала. И она что-то меня добила вообще. Она говорит, если бы это реально так было бы, то у нашей дочки был бы рейтинг минус 200. Я такая, да, да. Ну а нет такого, что ты перевел бабушку через дорожку, тебе плюс балл. Нет. Лайк тебе, значит, в свой рейтинг. Или потом пописал под деревом, минус лайк, дизлайк. Максим живет в Китае уже больше 15 лет. Хорошо, а есть такое, что вот у тебя по системе распознавания лиц узнают, что ты, например, через дорогу не там перешел, хоп, пришел штраф. Нет. Мусор бросил, хоп, пришел штраф. Нет. Кто не был в Китае, они верят в всякую ерунду. А вот кто был, они уже понимают, что это все ерунда на самом деле. Говорят, что в Китае практически отсутствует воровство. Ну, из-за того, что везде камеры и такой контроль, люди вроде бы отучились воровать и вообще перестали это делать, и можно спокойно оставлять, не знаю, сумки на мотоцикле, возвращаться, никто их не возьмет. В общем, я решил это проверить и поставить вот такой эксперимент. В общем, я беру сумку Louis Vuitton, оставляю ее на самой красивой и оживленной набережной Шанхая. Просто посмотрите, какая тут красота. И посмотрю, возьмет ее кто-нибудь или нет. В общем, волнительно, если честно. Сумка дорогущая. Конечно, на набережной, как и везде, есть видеонаблюдение, и я это предусмотрел. Сразу поясню, сумку я оставил так, чтобы ее не видела ни одна камера. Вот эти камеры повернуты вообще в другую сторону. Вон мы, сумка. Кроме того, вот эти кусты, в принципе, закрывают ее со всех сторон, так что потенциальный похититель в теории может ничего не опасаться. Стоило мне уйти и затеряться в толпе, как сумку, словно бы высмотрела женщина в красном и направилась издалека прямо к ней. Села рядом, как будто что-то читает, но я был уверен, что она сейчас ее схватит и уйдет. Отошел подальше, но, честно говоря, волнует жутко. Вон она там лежит. Но к женщине в итоге подошел какой-то мужчина, и я понял, что она ждала неудобного момента прибрать сумку, а мужа. Обратите внимание, прохожие даже не смотрят в сторону дорогой вещи за 3 тысячи долларов, которая одиноко лежит на скамейке. Вот, наконец, кто-то заинтересовался. А через пару минут мужик с сумкой через плечо прямо подходит и разглядывает. Так парня явно заинтересовала моя сумка. Она осматривается, как будто бы выглядывает камеры. Вскоре он возвращается и крутится возле сумки, рассматривая столбы видеонаблюдения. Так что я почти уверен, что возьмет. Но нет. Просто обидно, даже девушки не смотрят на сумку Луи Виттон. Девушки не смотрят на сумку Луи Виттон. Ну, хотя бы просто посмотрели бы на нее. Разглядели, лежит же бесхозная. 3 тысячи баксов за сумку, и никто на нее даже не смотрит. Ну, просто чтобы вы понимали, как я далеко нахожусь от сумки. Вот считаем, раз, два, три, четыре. 48, 49, 50. Ну, вот, ребят, я на 50 шагах точно. То есть, ну, добежать до нее я не успею. А сейчас вот прям интересно стало. Пришел работник этой набережной уборщик. Как он отреагировал на сумку? Ага. Но работник проходит, как будто ее и нет вовсе. Вы поняли, ребят? Даже уборщику наплевать. Он посмотрел, так, ну, лежит сумка. Ну, сумка и сумка. Сколько таких сумок? Невероятно, ребята, невероятно. Похоже, что сумку здесь все-таки не своруют. Сумка за 3 тысячи долларов. Никому в Китае не нужна. Алло, алло. Вот это, кстати, модный мужик в пекинском бикини. В пекинском бикини в Китае называют подвернутые футболки у мужчин. И такое вы будете встречать просто всюду. Кстати, с 2020 года в самом Пекине пекинское бикини запрещено. В общем, все, ребят. Забираю сумку обратно. Я провел здесь практически час. Куча народу проходила. Проезжали какие-то полицейские уборщики, Мужчины, женщины, дети. Никому не интересно в Китае воровать сумку за 3 тысячи долларов. Ну, кстати, на самом деле, эта сумка не стоила мне 3 тысячи долларов. Я ее купил за 100 долларов. Это очень и очень хорошая подделка. Подделка эта не простая, а так называемого класса ААА. То есть неотличимая от оригинала вообще. Она не имеет ничего общего с тем низкокачественным контрафактом, который продается на рынке. И, собственно говоря, на рынке такую не купить. Мы в районе Сан-Юн-Ли. В 80-е и начале 90-х тут было довольно жестко. Было много бандитов. Всяких терок. Я покажу тебе места, где люди торговали дурью. И всюду были обдолбаны. Были постоянные бандитские разборки. И все это говно. Мы с Уиллом, это его английское имя, идем по северной части центра Гуанчжоу. У Уилла за спиной тоже большие проблемы с законом, рассказывать о которых я не могу. Но, выйдя на свободу, он заявляет, что теперь чист. Я вырос вот в тех домах. Его детство прошло в этом районе. Там твоя дверь, да? Да. Тут сейчас... Тут сейчас сменили номера домов. Я жил вот в этом первом здании. Сан-Юн-Ли — это деревня. Городская деревня — это так вы называете трущобы. Ну да, типа трущобы, типа того. Тут все контролировала большая банда из Синьцзяна. И они просто грабили всех. Да, было просто сумасшествие какое-то. В те годы люди из других частей города просто не могли сюда приходить. Это было слишком опасно. Потому что в Гуанчжоу все говорят на кантонском языке или китайском. А люди из Синьцзяна не говорят на этих языках. Они просто ничего не говорили. Они просто не понимали других людей. Они подходили, резали тебя и забирали твое дерьмо. Отношения жителей провинции Синьцзян — уйгуров с остальным Китаем вообще долгие годы складываются очень сложно. В мировых СМИ чаще всего освещается лишь одна часть этого противостояния — то, как китайские власти ущемляют права уйгуров, большая часть которых исповедует ислам и вообще является носителями совсем другой культуры. В Китае же куда чаще обсуждают атаки выходцев из Синьцзяна на других жителей. И именно с применением холодного оружия. Самая масштабная была в 2014 году на железнодорожной станции города Куньмин. Тогда были зарезаны 31 человек. Неудивительно, что это противостояние вылилось и в бандитские разборки в Гуанчжоу, куда исторически стекались жители самых разных регионов, чтобы найти работу. В середине 90-х власти решили вычистить эту зону. И они отправили сюда армию, отправили войска, чтобы вышвырнуть отсюда банды из Синьцзяна. И вообще все банды. С тех пор тут стало получше. Но до этого была жесть. Даже в нулевые годы... Я покажу тебе точки. Люди просто торговали наркотой на улицах. Банды из Синьцзяна тут барыжили героином. Да всем. От ГШШ до героина. И наркоши приходили сюда, покупали свою дрянь и кололись прямо тут же. Гуанчжоу, крупнейший портовый город Китая, многие десятилетия был перевалочным пунктом наркоторговли еще со времен первой опиумной войны 1839 года, когда англичане пытались заставить Китайскую империю закупать их наркотики. Они захватили Гуанчжоу, взяли под контроль соседний Гонконг и отсюда принялись торговать самым прибыльным на тот момент товаром Британской империи – опиумом. Тогда началось то, что в Китае называют столетием унижения, эхо которого слышно до сих пор. Видишь эти рельсы? Да. Раньше тут был такой спуск к этим рельсам, и наркоши покупали свое дерьмо здесь и спускались туда колодцы. И всюду были иглы. Было жутко. Реально жутко. Этот район был красочно показан в документальном фильме китайского журналиста Жу Хао, название которого можно перевести как «На игле». За железнодорожными путями мы наткнулись на наркомана, жестко избитого полицией. Сейчас даже не верится, что этот район Гуанчжоу всего 15 лет назад выглядел как в этом фильме. С 2000-х годов я тогда бывал тут очень часто. Тут начало появляться множество беглых преступников. Они приезжали сюда из разных регионов. И ты тут встречал странных людей время от времени. По ним сразу было видно, просто по внешности, что они не местные. И они тусовались тут какое-то время. И просто пропадали. То есть можно было здесь жить, и никакие власти не будут знать, что ты тут находишься? Да, да. Однажды один такой беглый преступник, который скрывался от полиции, он ворвался в наше здание. Не в мою квартиру. Я жил на пятом этаже. А он ворвался на первой. Потому что он бежал от полиции, а полиция за ним гналась. Так вот, полиция гналась, а он влетел на первый этаж нашего дома и взял маленькую девочку в заложники. Мы знали эту девочку, понял? Она наша соседка была. И он ее схватил. А у него оружие до хрена. И вот приехала полиция, а я был еще маленький, лет 9. И я смотрю, вокруг нашего дома толпа полиции, спецназа. Пулеметы достали. Прямо вокруг. С разных сторон. Окружили здание, да. С ума сойти. И вышел переговорщик. Говорил что-то этому чуваку. Четыре часа они терли, и потом чувак сдался. А я на все это смотрел. Я вырос в таком дерьме. Раньше здесь происходили только три вещи. Грабеж, торговля наркотиками, и проституция. Здесь было очень много девочек. Сейчас никто не поверит, что это был наркотический рай. Тут мерседесы, другие дорогие машины. Теперь тут бизнес. Посмотри, сколько здесь классных машин. Этот район и теперь центр торговли нелегальными вещами. Только перекупщики нашли кое-что более выгодное, и главное, безопасное, чем наркотики. Подделки. Начиная с конца 90-х или с 2000-х годов, это место стало знаменито своими подделками. Любые фейковые вещи. Фейковые часы, фейковая одежда, фейковая обувь. И люди приезжают сюда все это покупать. Вот это здание очень знаменито своими поддельными кроссовками, потому что оно даже попало в отчет ООН. Они отслеживают нарушения авторских прав. И в одном из отчетов упоминают именно это здание, что здесь продается гора поддельных Джорданов, Найки, Адидасов и всего такого. Мы раньше приходили сюда закупаться, потому что тут реально дешево. Вся эта улица, вся улица продает одежду, сумки. Те, кто торгуют одеждой, приезжают закупаться сюда. Люди со всего мира приезжают сюда закупиться одежды и перепродавать. Видишь, тут уже часы. Да. Вот отсюда, здесь и далее часы. Да. Фейковые роликсы. То есть там обувь. Потом одежда, часы. И потом часы, да? То есть тут улица поделена на сегменты. Здравствуйте, сэр. Парень там предлагал нам часы купить поддельные. Ребята, сегодня мы ищем подарки для милых дам. Давайте какую-нибудь крутую сумочку замутим, а потом я ее разыграю. Но только прям чтоб супер качество. Снимать в этом торговом центре категорически запрещено. За этим следят специальные полицейские. Причем смотрите, какое у них обмундирование. Рядом на всякий случай. Вот один из них заметил мою камеру, и я быстро ее убрал. Смотри, сколько магазинов здесь. Все это копии самых известных брендов. Сумки, аксессуары, очки, обувь. Все сумки, все товары без каких-то знаков. Познавательных, без брендированных логотипов. Они стирают их или снимают, потому что это запрещено. Но потом ты когда покупаешь, то ты можешь повесить логотип. Они просто приносят из своего склада то, что нужно. Но самое главное, здесь есть подделки разного уровня качества. Обычный турист, скорее всего, купит плохой и дорогой фейк. Но меня научили, как нужно правильно добиваться качественной подделки. Сейчас покажу вам. Ребята, прям открываю сайт Луи Виттона. Так, как пишется Луи Виттон вообще, а? Я даже не знаю, как пишется Луи Виттон. И сейчас будем просто показывать им сумочки и пытаться купить ровно такие же. Вот это мне нравится за 26 тысяч долларов. Прям обожаю сумочки за 26 тысяч долларов. На самом деле, у нас. Ну, правда, не долларов, а юаней. В долларах она стоит 3 тысячи, что тоже немало. Вот, да, Луи Виттон. Уберите отсюда камеру. Мне нельзя снимать? Окей. Мы поменяли камеру. Впрочем, хочу заметить, что это не скрытая камера, которая была бы запрещена в Китае. Моя хорошо видна у меня на груди. Ну, может быть, просто не все ее замечают. Артем показывает на телефоне сумочку, которую мы хотим. Да-да-да. Продавщица звонит своим поставщикам, чтобы нашли такую. А я пока смотрю то, что лежит на витрине. Обратите внимание, действительно, ни одного логотипа. Они прям так прошиты, прям очень хорошо. Вскоре сумка находится. Можно посмотреть? Can we see? Принесите ее. Сумочка должна быть с надписью обязательно Луи Виттон вот такой. Интересно, она будет с ней? Она будет с ней, поэтому они принесли. Да-да-да, Луи Виттон. Луи Виттон, да. Стертые здесь логотипы. Логотип. Специальный потерт. Пока жду, внимательно изучаю оригинал, чтобы потом сравнивать. Хочу, чтобы она была прям точь-в-точь. Через несколько минут нам приносит сумку. Продавщица показывает нам, что хочет за нее 700 юаней. Примерно 100 долларов. Можно мы посмотрим? Посмотрим можно? Такие подделки отсюда разъезжаются по всему миру. Неопытный человек и не поймет, что это фейк. Но я уже знаю, как отличить. Здесь прямо видно, что это такое качество. Видишь, вот здесь все такое немножко скукоженное. Здесь все неровное. Вообще, сам даже цвет, он не благородный. Мы отказываемся покупать такое и просим принести нам изделие получше. Нам сказали подождать полчаса. Они с какого-то дальнего склада принесут сумочку. Через полчаса мы возвращаемся обратно. Продавщица распаковывает нам уже другую сумку. И сразу видно, что это гораздо более высокий уровень подделки. Вот, да. Здесь, смотри, сделано гораздо аккуратнее. И красный цвет. А можно вот тут дать? Я просто сравню. Та нехорошая. Эта хорошая. Да-да. Цвет прям вообще разный. Здесь розовый. Да, здесь прям настоящий. Здесь это... Это дешевле. Да, вот это прям дешевое. Это прям чувствуется, что вот эта побрякушка. А вот здесь хорошая. Хороший замочек вот этот. Вообще абсолютно другое качество. Вот это прям... Прям топчик. Заметили? Пока я смотрел, продавщица уже скинула цену на плохую подделку до 580 юаней. Поняла, что мы разбираемся. Но наша цель только качественная сумка. Смотри, она какая прям вот здесь как-то сделана, да? Вот эта обшивка. И здесь она вся кривая, вся вздыбленная, да? Швы вот здесь. И смотри, какие аккуратненькие швы вот здесь. Вот смотрите по деталям. Вот такая непонятная толстая пластиковая какая-то фигня. Здесь маленькая, элегантная и металлическая. А дай мне, пожалуйста, я швы хочу сравнить как на фотографии. Не, на фотографии. Швы вот так вот идут. Иногда со швами они портачат. Рисунок швов иногда не тот. Но и швы оказываются идеально повторенными. Начинается главное. Торг. Почем она? Какая цена? Продавщица хочет 1150. Вдвое дороже, чем плохая подделка. Нет, нет, нет. Хорошо, вот последняя цена. 1100. Ниже никак. Нет, 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 нет. Вот это последняя цена. Нет, нет, нет. Это отличное качество. Нет. Я пишу случайно 800, хотя хотел вообще-то сбить до 500. Она собирает товар и делает вид, что ей не интересно. Я делаю вид, что поддался и даю 850. Окей, вот так. Нет, нет, нет. Самая-самая последняя цена. Она снова показывает 1100. В Китае любят торговаться жестко. За свою цену бери дешевую. Но я уже знаю эти игры. Просто встаем и делаем вид, что уходим. Окей. Самая-самая последняя цена. Опустил до 1000. Нет, нет, нет. 850. 850. Мы подумаем. Скажи цену. 850. Моя последняя цена. Ладно. Самая последняя, вот. Окей. Уже 900. И та уверенность, что была у нее еще минуту назад, куда-то исчезла. Нет. 850. 850 – это дорого. Да. Артем знает цены гораздо лучше. Я, конечно, сделал ошибку, когда сразу показал 800. Надо было опускать еще ниже. Они за глазами, понимаешь? Надо их вообще прогибать. Еще сильнее. Короче, они хотели… Дайте мне пять минут. Пять минут дайте. Мы подумаем. Все начиналось с 1200. Мы опустили на 850. Артем продолжает общаться с продавщицей с помощью переводчика в телефоне. Полиция проверит карту. Что значит, полиция проверит карту? Я не могу поставить это здесь. Что значит, не могу поставить? А, я понял. Я понял. В итоге женщина отдает нам сумку, хотя мы за нее не заплатили, чтобы, пока мы думали, она была у нас. Понимаешь, да? Ну, типа, мы не можем оставить эту сумку, чтобы она подумала. А, вот это надо. Да, полиция проверит. Он пишет там, полиция проверит, да. А, сейчас только что показалось, что погоны наверху. Ты видел? А, погоны наверху. Вот что она меня дотронулась. Но они же все и так знают, эти погоны. Все напряжены вокруг. Ты чувствуешь атмосферу? Да, все напряжены реально. Атмосфера действительно как будто сгустилась. Оказывается, в здании идет рейд. Не сказать, что к ним тут не готовы, но каждый раз это все равно напряжение. Мы тоже не хотим быть схваченными с подделкой и возвращаемся обратно. И я пускаю в ход самый мощный аргумент при торге. Мы видели в другом магазине дешевле, поэтому хотим спросить там. По их лицам видно, что продавцы недовольны и уже поняли, что придется опускаться еще ниже. Даже ниже моего самого низкого предложения. Они не любят когда покупать. В другом магазине было 700. Так. Мы посмотрим и вернемся. Хорошо? Окей. Она говорит, забирайте за 700. За 700. За 700. Мы не будем проверять. Нам надо проверить. Ладно. Ребята, за 700 берем. Так, ребята, раздобыли Луи Виттон. Не настоящий, конечно, но вот в таком настоящем чехле. Внутри правильный Луи Виттоновский цвет. Во-вторых, вот эта вся гарнитура, вот эти все ремешочки, они все в идеальном качестве, с идеальной строчкой. Рисунок строчки был именно такой, как он у настоящего Луи Виттона. Сейчас отнесем это в магазин, где продают настоящий Луи Виттон и сравним. Ну а потом, естественно, разыграем. С поддельной сумкой я поехал в самый элитный торговый центр соседнего города Шэньчжэня. Видите, как все тут под золото, дорого и богато. Когда я вхожу, охранник вызывает мне индивидуального консультанта. Бедняга, он еще не знает, что ему предстоит. Здравствуйте. Здравствуйте, сэр. У вас тут есть такая вот сумка? Есть такая же? Да, есть. Вам нужна такая же? Да, точно такая. Большого размера. Да-да, конечно. Пойдемте вот сюда, сэр. О, окей. О, окей, я-я-я-я. Голите вам выпить? Нет, спасибо. Мне дали аж двух продавцов. Еще бы, я пришел за одну из самых дорогих сумок в магазине. Причем, как они думают, уже за второй такой. Женщина поторапливает своего коллегу. Честно говоря, сам я волнуюсь, как будто граблю банк. И вот, наконец, мне приносят оригинал. Вот она. Да. Тот же размер. Да. Мужик достает ценник, а я начинаю сравнивать. Выглядит одинаково, да? Да. То есть, на первый взгляд, даже профессионал не смог заметить разницу. Но если разглядывать поближе, должны же быть отличия. Да, абсолютно одинаково. Знаете, я купил вот эту в Гуанчжоу. В Гуанчжоу? В Гуанчжоу, да. Да, это из Гуанчжоу. Я хотел просто сравнить, настоящая она или нет. И она точно такая же. А где вы ее купили? В Гуанчжоу. В магазине. Да. Да, смотрите, такой же абсолютно. А у вас есть чек? Нет, нет, нет. Чека у меня нет. Я вообще купил это на рынке. И хотел просто сравнить. Да, смотрите, эта одинаковая с этим. Абсолютно. Абсолютно такой же шов. Абсолютно такой. А по чем вы ее купили? Эту? 100 долларов. А это по чем? 100 долларов. А это по чем? 24 500. Это 24 000 юаней, да? Да. Ага. Да. Абсолютно внутри цвет. Одинаковое просто-просто все. Я пытаюсь сравнить. Вы, ребята, вот эта вот, смотрите, натуральная, она вся мятая. Она вся вот такая вот. Женщина, кажется, пошла за охраной, и я ускоряюсь в проверке, пока меня не выгнали. Смотрите, даже искореженная немножко. А это ровная. То есть подделка реально в лучшем качестве. Внешне они абсолютно ничем не отличаются. Просто вообще нет ни одной разницы. И не с этой стороны, и не с этой. Смотрите, даже ручки, да, вот так вот по цвету подобрали, точно. Швы все одинаковые, ребятки. Это мятая, оригинальная мятая. Смотрите, вот здесь в оригинале, как здесь изогнуто, да, немножко. А вот здесь, смотрите, как аккуратно в подделке сделано. Я просто хотел сравнить. Знаете, вот это стоило 700. 700. 700 юаней. А это 24 тысячи. Так вы купили не в бутике? Да, она не настоящая, это подделка. Но они одинаковые. Цвет, все детали такие же. Похожи. Но цена не одинаковая. Да, цена не одинаковая, только это. По качеству невозможно определить, настоящая она или нет. Только по цене. Удивительно, но это действительно так. Оригинал от подделки не могут отличить уже даже профи. Вот смотрите, вот здесь маленький шовчик на ремешке. И вот здесь такой же абсолютно повторили маленький такой вот как бы шовчик на ремешке. Прям все сделано абсолютно одинаково. Ребята, я не ожидал, что это настолько прям одинаково. Видимо, даже продавцам эта схожесть кажется странной. Как будто они впервые осознали, что продают в 40 раз дороже то, что стоит в 40 раз дешевле. Сто процентно одинаково. Да. Да. Ребята, в общем, вот та 24 500 и ее забирают в те девушки. А я забрал вот эту за 700 для вас. Чуть позже расскажу вам, как ее получить. Спасибо. Расскажите, куда мы едем. Куда мы едем, Сергей? Мы сейчас поедем изучать производство. Вот романтическим планом. И мы поедем с целью не посмотреть продажу, а посмотреть, как оно устроено. Но мы не можем сказать об этом собственникам производства. Поэтому мы будем представиться как клиенты. И у меня отработанная методология, по которой мы действуем. Девочки будут отвлекать. Я буду девочку отвлекать, занимать цепи. А я буду заборожать. А я, соответственно, смотрю на то, как это все происходит. И мы таким образом слизываем все технические моменты, оборудование, все, что нужно. Так, то есть тырим у китайцев? Ну, по факту, мы не то чтобы тырим, а улучшаем. Но это же китайцы обычно так делают. Ну, а почему бы не делать то же самое по отношению к ним? Сергей – владелец быстрорастущей высокотехнологичной компании в Китае. Планирует запускать новое производство ароматических добавок. И мы едем, по сути, к его будущим конкурентам, скажем мягко, подсмотреть их технологии, чтобы повторить. Я попросил показать мне, как это работает. Это самое интересное, без особого приглашения. Так, вот смотрите, мы сразу идем, минуя все переговорные. Куда? На производство. Да, втихаря. Почему важно? Потому что если менеджер какой-нибудь вас перехватит, он будет вам по ушам ездить два часа, там, раскатываться. Чаем поить. Чаем поить, да. Это ландфейт. Время очень много ландфейта, значит, тратить. Пока владельцы не успели опомниться, идем к их производственным линиям. Сергею нужно узнать, какое именно оборудование надо закупать для его нового завода. Юзаем лифт. Так. Без спроса. Это не будет расценено, как взлом. Короче, проникновение незаконится. Но нас заметили, и сотрудница завода старается остановить. Что вы здесь делаете? Я, в принципе, мне нужна, да? Да, да, да. Ты на штре просто на штре. Посмотрите на удивление китаянке. Она еще не понимает, что происходит. А вот, да и ся, да и ся. Поехали. Вот, не надо никого никогда слушать, да? То есть надо удирать. Вообще, это будет споначально. Они же сейчас полицию вызовут. Да, конечно, зачем? Вы добрые. Главное, ну, бац. Задача Сергея – увидеть как можно больше производственных процессов и моделей оборудования. Потому что, когда запускаешь новое производство, не все детали процесса очевидны. Если я планирую поставить производство, мне нужно знать, какие используют элементы. Одно из них – мыть баночки, да? То есть я не видел, что фиксует такая линия. Соответственно, я уже буду знать, что есть вот такая линия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята первый раз наблюдают за тем, как у нас будет промышленный чемпионаж. Понятно, что это не самое высокотехнологичное производство, но и при копировании любого другого механизм примерно тот же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас успели за буквально 20 минут посмотреть всю технологическую линейку, попасть туда, куда обычно даже вообще не допросишься попасть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И всего лишь потратили на это 20 минут и всю линейку. В противном бы случае, если мы менеджеры… Ну, просто потому что мы ворвались и сразу пошли, куда нам надо. Да, да, да. Поэтому очень важно понимать свои цели. Если работаешь с Китаем, нужно знать цель и всегда идти к ним. Когда надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мы уже уходили, нас, конечно, поймали. Больше всего владельцев завода интересовало, что мы снимали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему они не даются снимать? Часто на производстве делают подделки. И они, конечно, очень переживают камеры, потому что вдруг думают, что запишешь, ну, какое-то видео про подделки и там пожалуешься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нас ведут в чайную комнату, выяснять, кто мы такие. Вот надо придумать весомый аргумент, почему мы уезжаем, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этой комнате выставлена продукция завода, среди которой я замечаю и брендовые духи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, по факту, это же аромат оригинального босса, да? Но, конечно, никакого ролика оригинальности он не имеет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Менеджеры не знают, что с нами делать. Вызывать полицию они не могут, так как это привлечет внимание к их заводу. И они решают просто нас отпустить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, мы уезжаем, едем на следующий производитель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поэтому, возможно, нам эта линейка не пригодится. Но здорово, что мы ее увидели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот китайцы, они ведь сами профессионалы в промышленном шпионаже. Как же они пускают так легко? Они не пускают, еще раз. Это не было легко. Потому что сейчас вы смотрите и видите, такого никто даже не может предположить, что это возможно. Они не пускают легко. Но это надо уметь, это опыт. Я его там годами отрабатывал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы едем к еще одному производителю, на этот раз более крупному. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тех вольностей, которым мы можем себе позволить, маленьких компаний, здесь уже не прокатишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чувствую себя этим налетчиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, есть такой момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое интересное. Когда молодой был, когда в Китае еще перебыл, делал бизнес много лет назад. Мне всегда нравилось входить куда-то. Я все время там заныривал в их пространство, в помещение, для того чтобы посмотреть, чем они там занимаются. Они всегда удивлялись. Ну и в принципе они были душу и настроены. Поэтому я тогда понял, что это возможно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А не бывало такое, что это, по шее надают? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, никогда не бывало. Китайцы вообще не агрессивные, они очень спокойные в этом плане. И если человек улыбается, они автоматически его считают, как положительный. Мы заходим, и Сергей начинает все сразу разглядывать. Все вы улыбались, и мы все, никуда что он не сказал. Но очень быстро появляются менеджеры. Здравствуйте. Мы в какую компанию пришли? Стараясь не тратить на них много времени, Сергей с коллегами проходят по цехам. Они быстро фотографируют все по дороге. Свалить, мне кажется. Там сейчас придет какой-то большой уход. Так, все, здесь складывается. Давайте попробуем уехать по лифте. О, здесь лестница. Так, ребята, теперь самое главное. Быстро, быстро и аккуратно свалить. Слушайте, ну я думаю, что часть успеха в том, что вы приезжаете вот на такой машине. Ну это, наверное, тоже включено. Но когда мы уже уезжали, нас все же поймали. Нас накрыли, да? Женщина встала перед машиной, чтобы нас просто не выпускать. Женщина в красном тут явно главное, и она недовольна. Сергей ругается на улице. Ну, в общем, мы в итоге уехали. Не без приключений, конечно, но тем не менее. Буквально двух-трех минут не хватило, чтобы свалить непойманными. Ну ладно, в принципе, мы все увидели. Нас в итоге отпустили. Так что все нормально. Да? Да. Сергей в прошлом занимался поставками из Китая так называемых рефов. Это, по сути, собранные на рынке телефоны. Об огромном китайском рынке подделок, телефонов, одежды, запчастей и всего на свете у нас будет отдельный большой выпуск, в том числе с историей Сергея. Сейчас он в Китае производит косметологические и медицинские лазеры под собственным брендом. Это последняя модель. Это стоимость лазера 30 тысяч долларов. И он очень мощный. Мне было интересно посмотреть, в каких условиях работают люди на высокотехнологичных фабриках в Китае. Потому что в интернете масса сообщений о том, что условия там зверские. Производители Apple, например, компанию Foxconn регулярно обвиняют в эксплуатации людей и пишут, что работники ее фабрик чуть ли не гибнут на производстве. Якобы некоторые убивают себя, работают до седьмого пота, а жестокие менеджеры издеваются над работниками, штрафуют просто так и не выплачивают обещанное. В англоязычном журналистском сленге даже появилось понятие Foxconn Suicide, которым начали называть все самоубийства на китайских фабриках электроники. Потом, правда, выяснилось, что процент самоубийств среди работников Foxconn ниже, чем в целом в США. То есть в некотором роде быть американцем опаснее, чем работникам китайского завода. На китайских заводах там жесткие условия труда, эксплуатации, все такое. Вот об этом очень много писали, что люди живут там в бараках, и им нельзя возвращаться домой. Да, в основном в компании, ну, существует не просто миф, существует очень много компаний, у которых условия труда для китайцев, да, там, ничтожные. Я, как предприниматель, первое, что понял, что я в Китае могу создавать условия труда прежде всего. А сколько вот у вас получает просто сборщик, например? Минимальная зарплата, до которой я довожу всех своих сотрудников, это тысяча долларов. Вы здесь сколько работаете? Уже, там, 15 лет. Живой работаю 15 лет, да. За это время зарплаты ведь, наверное, очень сильно выросли. Да, пожалуй, да, но, наверное, в два раза. А вот объясните тогда. Смотрите, основную массу своей продукции, свои лазеры, вы продаете не в Китае? Не в Китае. При этом в Китае довольно дорогая уже рабочая сила. Ну, по крайней мере, нельзя сказать, что она дешевая, что она копеечная. Да. Почему тогда вы вообще производите все это в Китае, если продаете не тут, и при этом рабочая сила тут не дешевая? Это, кстати, очень интересное такое рассуждение. Я наблюдал кампании в 2014 году, это был такой кризис перед первой войной, которая развязалась. И я наблюдал следующее, что компании, которые российские, были в Китае, они из-за того, что доллар повскочил, переехали в Россию. И все эти компании, о которых я говорю, они закрылись. Они теряли в качестве, не успевали обновляться. Ну, и вообще построить производство, например, в Китае и в России, это совершенно разные вещи. Ни один китайец не придет на работу или там на следующий день пропустит ее с похмелья или еще что-то. Они работают всегда, как машины 24 на 7. У них это в ДНК прописано. У нашего человека постсоветского пространства в ДНК прописано, чтобы его уважали, чтобы ему все давали, чтобы зарплата была соответствующая. Короче, покапризничать. Вот, а уже потом поработать. Но китайцы тоже бухают, но на работу с похмелья не приходят. Очень жестко бухают, да. То есть китайцы достаточно сильно выпивают. Это пьющие нации, как японцы. Но понимаете, это разное. То есть нету такого, что он не придет на работу. У меня за больше 10 лет производства и бизнеса в Китае еще не было ни одного случая, чтобы китайец не вышел на работу, потому что, например, такого не было еще никогда. Ну, то есть, в общем, конкурентное преимущество Китая уже не в дешевой рабочей стиле, а в том, что просто все здесь. Да, конкурентное преимущество Китая в том, что сырьевая база, сырьевая база, она находится здесь. И здесь, на внутри вот этой сырьевой базе, невероятно огромная конкуренция. То есть, если вам нужно сделать какой-то металлический, вот в данном случае, да, там, каркас, это не просто каркас, это каркас с каналами проточенными, да, в алюминии. То есть, там жидкостные каналы, в которых бегает жидкость. То есть, казалось бы, вот эта штука, да, она стоит, там, допустим, я сейчас условно скажу, примерно, там, 800 рублей. Ну, к примеру, одна штука. Но если вы это будете точить где-то в Германии, да, у вас это вот, вот этот заказ, во-первых, будет контракт на долг, во-вторых, количество огромное, а в-третьих, конечно же, не такая цена. И если мне нужно это сделать, я еду на улицу, где стоят там 20 вот таких вот мелких компаний, да, которые точат, и я спокойно хожу и добиваюсь той цены, которая мне нужна. А здесь ты это можешь решить, вот реально за два дня я могу придумать, вот день потрачу с 3D-шником на новую разработку, на следующий день я получу готовый результат. Это темпы обновления, темпы модернизации невероятно огромные. И это во всём. Также быстро обновляется китайская инфраструктура. 2010-2012 год это был ужас, а не гора. То есть с крысами, которые с размера кошек бегали, здесь с чёрными ребятами, которые на каждом углу продавали всё, что вы хотите. Запрещенные препараты всё-таки, да? Да, да, да. Вообще считалось, что в Куанжу можно приехать и контейнеры купить травы. Типа это настолько было легко, вот просто там приезжаешь и покупаешь, вообще без проблем. Конечно, сейчас это... И это было ещё там 10 лет назад? Буквально 10 лет. За последние 15 лет Китай вот так изменился, что это даже не представляется возможным. Если ты этого не наблюдал, ты никогда в это не поверишь. Потому что это реально невозможно. Инфраструктура в Китае действительно достигла каких-то невероятных для такой большой страны высот. И дело не только в мегастройках, но и в мелочах. Это, друзья, вокзал Гуанчжоу. Смотрите, какие здесь просто ряды кресел с вибромассажёрами. Я знаю, что такими креслами уже давно никого не удивить. Они есть во многих аэропортах. Но здесь просто посмотрите, сколько их. И в отличие от большинства мест, где их устанавливают, в Китае они реально заняты. То есть посмотрите, сколько людей реально сидят и чешут себе спинки. Сам вокзал при этом огромный и чистый. И смотрите, дети по нему спокойно бегают и играют одни. Никто не боится, что с ними что-то случится. Всюду есть питьевая вода, причём не только холодная, но и горячая. Вот прям абсолютно типичная ситуация. Китаец пошёл, сбегал в магаз, купил себе дошика. Какой-то быстро растворимый лапши. На вокзальчике заваривает. Потому что зачем идти в ресторан, если можно просто сесть где угодно и её поесть? На самом деле удобно, быстро, но и вкусно. Горячая вода есть и в любом аэропорту. Сеть китайских высокоскоростных поездов – это отдельная история. И дело не только в том, что они развивают скорость больше 300 км в час, а в количестве этих поездов. Между крупными городами они ходят каждые 15-20 минут, но даже между небольшими носятся супербыстрые поезда. Китай на первом месте в мире по протяжённости рельсов для высокоскоростных составов почти 40 с половиной тысяч километров. Просто для понимания, на втором месте Испания, в которой в 11 раз короче скоростные пути. В Японии в 12 раз короче. В США и России их нет вообще. А то, что называют «скоростными поездами», передвигается примерно со скоростью китайского метро. Да, в Китае высокоскоростное метро в городах. Ребята, это первое высокоскоростное метро, на котором я когда-либо ездил. Поезд, когда начинает разгоняться, здесь прям закладывает уши. И здесь даже, смотрите, есть объявление, что это высокоскоростной поезд. И поэтому, пожалуйста, держитесь за ручки. Потому что реально, когда ускоряется, это чувствуется. Это метро Шэньчжэньи, силиконовой долины Китая. И оно еще не самое быстрое. В вагонах беспроводные зарядки, что, по-моему, уже перебор. И да, оставлять на них телефон можно безопасно. В Шанхае я так делал постоянно. Спокойно садился вдалеке от устройства и особо не волновался. Даже не буду вам показывать эксперимент. Своруют или нет, вы уже знаете результат. Различные китайские города как будто соревнуются, кто как усовершенствует свое метро. В Чинду и Чунцине, например, в вагонах, внимание, раздельный климат-контроль. Посмотрите, ребята, на станциях есть вот такие планы поездов. Вы видите, вот эти вагоны, они более прохладные. А вагоны с 13 по 24, там температура повыше. То есть, понимаете, внутри состава метро разные температурные режимы в разных вагонах, ребят. Тем, кто хочет, чтобы было попрохладнее, в одни вагоны, кто потеплее, в другие. Китайцы, что вы делаете вообще? Что вы творите? Вот, ребят, смотрите отношения китайцев к мелочам и к деталям. Линия, по которой я еду, красная. И здесь, смотрите, все вот эти поручни, они тоже красные. Вон там вот тоже заграждение, они красные. Все оформление красное. То же самое будет там на оранжевой ветке, на любой другой, на синий, на зеленый. Многие станции похожи не на метро, а на какие-то международные аэропорты с огромными холлами и залами ожидания. И главная проблема, когда у тебя такой огромный зал, это вход в метро, найти место, где продаются билетики. Вот где они здесь продаются, непонятно. Облуждать между тем здесь можно, не знаю, полдня. И просто не обойти. Просто посмотрите, сколько уровней это метро. Вон там нижний уровень, здесь средний, вон там выше еще один уровень. И это все платформы, понимаете? Это все пересекающиеся ветки. Так, подождите, мне вот сюда. Сейчас пик метро Гуанчжоу. Сейчас будет страшно. Смотрите, стоит дверям открыться, как люди со станции начинают рваться вперед, не давая выйти из вагона. В Китае не принято уступать место. И нормой считается, наоборот, обойти того, кто стоит перед тобой в очереди. Вот, например, все ждут друг за другом поезда, но девушка спокойно выходит вперед и встает первая. Смотрите, люди, которые стояли сзади, начинают резко вырываться вперед. Вот эта женщина, например, девушка, стояла за мной, но проскочила вперед. Так, так. Уплотняемся. Ребята, я первый раз еду в метро, китайский участок пик. В Москве я и не в такой давке бывало ездил. Дышать немножко нечем, но ладно. Можно и не дышать одну станцию. В Китае вас могут начать обгонять в очереди, на кассу или при заказе кофе, где угодно. К этому просто надо привыкнуть, как и к тому, что большинство иностранных сервисов в стране забанены, а местные работают не всегда так, как ты ожидаешь. В Китае как будто бы специально сделано все для того, чтобы иностранному туристу было сложно. Ну, например, здесь запрещены все иностранные картографические сервисы, но при этом местная картография работает только на китайском. И буквами там искать нельзя. Если вам надо куда-то поехать, то вбейте это иероглифами. Вы умеете писать иероглифами в приложении? Здесь есть буквенный вариант китайского языка. Почему нельзя использовать его сразу в приложении? Почему нельзя сразу искать буквами в картографическом приложении? Но там все по-китайски. Там ничего абсолютно не переведено. Вам там куча чего описывается, где вам делать пересадку, на какую платформу вам идти, вы ничего понять не можете. Казалось бы, в 21 веке ведь легко перевести приложение на любой язык. Например, в Южной Корее тоже запрещены иностранные картографические сервисы, и там надо пользоваться своим какао, но он переведен на другие языки мира. Вообще, китайские приложения полностью проигрывают любым своим иностранным конкурентам. Ну, именно потому, что никаких иностранных конкурентов у них здесь нет, и они здесь в таком инкубаторе живут, и все здесь китайцы уверены, что их приложения просто самые лучшие и удобные. Ну, примерно так в Советском Союзе думали, что Волга самая лучшая машина на планете. На самом деле нет. Вот, например, Вичат, про который много разговоров. Ну, это просто ужас же какой-то. Если вы, например, привыкли, что на сообщения других людей можно отвечать смахиванием, то нет. Здесь никаких смахиваний, никаких таких жестов нет. Если вы привыкли к быстрым реакциям поставить на сообщения какой-нибудь там лайк, смайлик, нет, здесь этого всего нет. Нет видеосообщений, нет огромной массы таких вот мелочей, к которым мы настолько привыкли в других мессенджерах, что уже даже не замечаем, что они есть. А потом, когда ты открываешь Вичат, ты думаешь, Боже мой! Это же какой-то ICQ времен 2007 года, понимаете? Вот, собственно говоря, что делает с миром отсутствия конкуренции. Потому что у Вичата нет никаких конкурентов в стране. И они просто решили, да ладно, ребята, в 2007 году нормально пользовались. Ну, нормально же было. Так что ж менять-то что-то? Этот район называется Шибайтун. Шибайтун. Это крупнейшие трущобы в Гуанчжоу. Им много лет. Это место очень близко от центра Гуанчжоу. Поэтому многие, особенно молодежь, которые переезжают в Гуанчжоу, они селятся здесь. Здесь дешево. Если мы зайдем в переулки, там не будет видно солнца. Хоть оно и светит сейчас так ярко. Мы с Уиллом идем исследовать район трущоб. Здесь все так годами. И ничего вообще не меняется. Посмотрите, ребят, вот эта вот улица в трущобы Гуанчжоу. Просто посмотрите расстояние между домами. Вот здесь еще одна улица, это перекресток. Посмотрите, просвет, да? Дома практически касаются друг друга. Мы тут зовем это дома, жмущие руки. Шик, это значит, что ты можешь пожать руку другому парню из другого дома. Дома очень близко друг к другу. Да, и соседи могут жать руки. Да, из разных зданий. Большая часть домов здесь поделена на коморки и сдается. Эти трущобы первое место жительства для многих сотен тысяч рабочих мигрантов из других городов Китая. Кто-то из них зацепится в городе и найдет себе жилье получше, кто-то останется здесь навсегда. Вот жилой дом. Посмотрите, просто посмотрите, вот в этой коморке кровать, на втором этаже еще одна кровать. Здесь человек торгует и спит. Туалет здесь общий. Вот он он, собственно говоря. Вон там еще одна коморка. Там в кровати живут люди. Вот здесь, сейчас, если включится свет, вот здесь еще одна коморка. Комната просто размером с одной кровати. Причем кровать даже, она, ну я не знаю, она метр может быть шириной. То есть здесь даже не ляжешь, целиком вытянув ноги. Чтобы вы просто поняли, я на эту кровать вот ложусь и вот посмотрите, мои ноги, да? Они вообще, ну вот так вот только можете их на стенку поднять. То есть здесь не вытянешься целиком никак. при этом размер комнаты вот ровно я стою и кровать, и все. Кондиционера, конечно, никакого нет. В комнатах подороже есть свой душ. Иногда есть стол или телевизор. При этом, ребята, смотрите, даже в трущобах какой замок на двери. Он по биометрии, а не по ключу пускает тебя внутрь. Они хотят видеть, кто ты. Да, и много, много, камер наблюдения. Я думаю, сейчас здесь безопасно, да? Да. Здесь просматривается просто не каждый уголок, а, мне кажется, каждый кирпичик. Просто нет такой маленькой точечки на карте этих трущоб, куда не смотрела бы камера. Вот просто с каждого места ты оборачиваешься, ты видишь, вон, раз на тебя смотрит камера, вон там два на тебя смотрит камера, вон там на тебя еще две смотрят камеры, вон там раз, два, три, четыре камеры я вижу. Просто они повсюду здесь камеры. Вот, ребята, это интересно, это объявление о сдаче квартир в аренду. посмотрите, посмотрите на каких пенопластовых просто квадратиках здесь пишут. Вот это, например, 830 юаней в месяц, вот это 680-800 юаней в месяц, вот это с балконом сдается, цены, правда, не видно. Ну и вот, просто посмотрите, сколько их здесь еще, просто всюду объявления о сдаче в аренду. По сути, каморок. Это все для приезжих рабочих. Жилье в Трущобах устроено в основном по принципу коммунальной квартиры с общей кухней, туалетом и местом для еды. Вот, ребят, что такое коммунальная кухня в Трущобах Гуанчжоу, дворик, в комнатках живут люди, а во дворике, видите, у каждого своя кухня. Вот кто-то готовит, кто-то уже готовится выйти на работу. Здесь вот люди чилят. Hello. Hello. Вот еще один дом в Трущобах. Опять же, абсолютно типичная планировка. Вход в многоквартирный дом на первом этаже этого дома. Кухня. То есть, прямо вот здесь, на лестничной клетке. Вот она лестница на второй этаж. И здесь же, на лестничной клетке, кухня, чтобы любой житель этого дома мог спуститься и себе что-то приготовить. здесь же, вон там наверняка туалет. Ой, да, это туалет. Ой, прям пахнуло. Здесь вот еще одна кухня и постирочная, стиральные машинки. Ну, там раковина. Вон там чьи-то кроссовки стоят, сушатся. Ой, ребята, пахнет. Пахнуло оттуда, прям о-о-о-о-о. И вон там, собственно говоря, на этажах жилые квартиры. Ну, это прям совсем трущобы-трущобы. Здесь даже нет кодовых замков на входе. И сейчас мы выходим куда-то на крышу. Так заменился теперь с трусой, кажется. Он что-то на кроссовке сушится. Мы выходим прямо на крышу. Опа. Здесь какая-то помойка, скорее, не крыша. Вот занятный, несмотря на то, что, казалось бы, огромное количество камер, здесь все в решетках. То есть, вот посмотрите, здесь, например, у людей решетка, а за решеткой вон там на окне еще одна решетка и причем на самом стекле еще и мелкая решеточка. То есть, есть прям три фронта, понимаете, три эшелона обороны своей квартиры человек решил установить. Вот здесь тоже, посмотрите, решетка сначала вот такая толстая, под ней решетка потоньше, а вон там совсем уже мелкая решетка. Опять же, чтобы, ну вот, просто даже комарик, мне кажется, не пролетел. И так абсолютно на всех окнах минимум три слоя металлических решеток. Те, у кого денег побольше, снимают себе небольшие квартиры. Вот посмотрите, ребят, жилой домик. Здесь вместо коврика на полу просто картонка. Вот этот первый этаж, он жилой. Здесь гостиная с такой огромной плазмой. Там вот кухня. Видите, она просто минимальная. Стиральная машинка, а спят люди, собственно говоря, на втором этаже. Смотрите, ребят, при этом одну из улочек видимо, кто-то, кто побогаче, выложил плиткой. В общем, и здесь есть свое расслоение. Вот здесь вот, ребят, скажем так, массажные салоны в трущобах. Если вы понимаете, о чем я, я внутри снимать не буду, YouTube все равно за такое забанит. К тому же, могут и меня тут забанить, и камеру мою разбить. Трущобы буквально заставлены мопедами, потому что самым популярным источником дохода местных жителей в последние пару лет стала не работа на заводе, а служба доставки. Все крупные китайские города кишат так называемыми квайдишниками, то есть доставщиками. А на входе в район трущоб огромный хаб по зарядке аккумуляторов. Просто, ребят, посмотрите на эти зеленые ящички. Это точки зарядки электробайков. Смотрите просто сколько их здесь. Здесь же готовят еду, которую потом доставщики развозят по всему городу. Я решил тоже попробовать. Как это называется? Это пить, да? Я взял домашнее соевое молоко и булочки. Так, пойдем куда-нибудь сядем и попробуем. Ничего жареного брать не стал, потому что Уилл предупредил меня об одном секрете китайской кухни, а вернее китайских трущоб. Вот женщина открывает канализацию и лезет туда огромным черпаком. То, что она зальет в бочку, потом увезут в трущобы, нагреют, чтобы жиры поднялись наверх, потом эти жиры зальют в бочки и продадут дешевым забегаловкам, которые на этом и будут готовить. Вот почему я тут не ем. Они экономят. Поэтому это и делают. Я думаю, что для китайцев есть такое понятие китайский желудок. Китайский желудок такой крепкий, что может переварить что угодно. Это масло называется тигойо. Тигойо значит такое масло, которое уже один раз выкинули. Да, они собирают его вот в таких бочках, да? Да. 2022 год. Сотрудницы одного из отелей города Чунцин снимают масляную пенку с мусорного бака. Скандал с таким мусорным маслом даже однажды стал международным, когда его обнаружили в косметологических жирах, отправленных на Тайвань для производства кремов. Китайские власти активно с этим борются. Некоторых производителей мусорного масла даже казнят. Но полностью остановить его добычу пока не получается. Я думаю, многие рестораны здесь используют именно такое масло. Но я тебе говорю, китайцы в крепкие желудки. У нас стальные желудки, нам пофиг. Ох, ребят, на самом деле довольно жарко. Я, собственно говоря, поэтому хотел взять что-то попить. На вид это выглядело как молоко или может быть кефир, йогурт. Но на ощупь это, во-первых, теплое. А во-вторых, что-то я сейчас подозреваю, что это совсем не йогурт. Давайте попробуем. Ой. Ой, ребята. Ой. Это сладкая некая соевая штука. Соево-рисовая, наверное. Домашнее соевое молоко оказывается отличается от того, что из магазина, как молоко из-под коровы и из пакета. Китайцы, кстати, любят в жару пить именно теплые напитки. Считают, что так быстрее остываешь. Так, попробуем теперь вот эти булочки. Я попросил одну, чтобы вы понимали. Вот это вот одна. Видимо, одна порция. Я не знаю, это одна порция на слона. Как китайцы могут съесть вот столько в одной порции, я не представляю. При том, что средний китайец процентов на 20 меньше, чем я. Вообще, это поразительно. Китайцы любят поесть. Порции тут обычно большие, причем это и рис, и лапша, и свинина. То есть, довольно калорийные блюда. Но при этом на улицах вы почти не встретите сильно полных людей. Мы скоро обязательно сделаем выпуск о вкусной китайской кухне. Я думал, это просто шарики из теста, а там внутри, ребят, внутри там кажется, рисовая лапша. Кто там стучит? Да перестань уже стучать, пожалуйста. Ну зачем? О, вроде понял. С виду максимально неприглядная, но на вкус очень и очень классный пирожок. Занятно, но большинство владельцев домов таких трущобах, хоть и сдают свои хибары за копейки, на самом деле миллионеры. Реально настоящие долларовые миллионеры, причем мультимиллионеры. Те, у кого здесь квартира даже размером с кровать, через несколько лет, через 2-3 года максимум, через 10 лет, смогут обменять эту квартиру на шикарные апартаменты в новом огромном жилом комплексе, который наверняка рано или поздно здесь будет построен. По китайским законам застройщик обязан поселить человека на той же земле, на которой стояли его трущобы, только когда тут будет построен уже небоскреб с квартирами от миллиона долларов. Или же должен дать денег, причем не ту сумму, которую стоит Хибара сейчас, а ту, которую будет стоить квартира уже в новом элитном доме на этом месте. Собственно говоря, эти трущобы сохраняются исключительно потому, что пока не нашлось той строительной компании, у которой хватило бы денег заплатить всем местным жителям для того, чтобы выкупить у них их квартиры. Причем когда доходит до расселения, владельцы хотят получить много. В следующем выпуске покажу вам мужика из Шанхая, который за свою коморку просит 5 миллионов долларов. А пусть заплатят мне сначала. Деньги на бочку и будет все тип-топ. А пока я тут пожилу. Живет он с женой в ожидании 5 миллионов баксов вот так. По сути, здесь просто одна комнатка, кровать внизу, причем сделанная просто из досок. Сверху какой-то настил, на котором тоже спят люди. И все, собственно говоря, это все помещение. Очень часто из всего района трущоб уезжать не хочет кто-то один, торгуясь до последнего. Иногда везет, и он получает еще больше миллионов. А иногда несговорчивого владельца просто обстраивают по кругу. Вот, например, автомагистраль пустили вокруг хибары. А вот вокруг старого дома кольцевая развязка. Подобных примеров просто не счесть. Как бы смешно это не выглядело, на самом деле это демонстрирует отношение властей к собственности. В Китае ее нельзя просто забрать, даже если на месте трущоб хотят построить важную магистраль. Вот это, ребят, самый центр Шэньчжэня. Золотая земля. Нет, какая золотая. Золото очень дешевое, платиновое, бриллиантовое. В общем, квартиры вон в тех высотках начинаются от полутора миллионов долларов и дальше цены уходят просто в космос. И здесь же прямо рядом с этими дорогущими квартирами самый большой в городе район трущоб. Гетто для рабочих. Пошли туда. Посмотрите, какие тут тачки. Ребят, ну вот нормальная парковка в трущобах Шэньчжэня. Крузак, Мерседес, вон там котелак, вон там стоит Лексус. BYD, топовый китайский электрокар. Кстати, смотрите, как здесь борются с теми, кто неправильно паркуется. Им клеят вот такие вот объявления на стеклах. Еще Мерс... Ааа, Битурбо. Красавец, да? БМВ, НИО, это если вы не знали, дорогой китайский электрокар. Снова БМВ, Мерседес, снова Мерседес. Ну вот как-то так и живут обитатели трущоб Шэньчжэня. У меня есть в Китае один друг, он китайец, у него дом пошел под снос. За его квартиру предлагали 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов? Старую, вот это то, что ты видел. Потому что это тоже недалеко находится в этом же районе, где вокруг небоскреба. я говорю, 2 миллиона долларов, это круто. Ты мог бы, твои родители могли бы купить одну даже квартиру или две по Шэньчжэну так же, и еще бы осталось бы много денег. На что он ответил, сказал, что эта квартира новая в этом новом доме будет стоить от 4 до 5 миллионов долларов. Мы лучше подождем, и если что, мы ее перепродадим. То есть все жители этих трущоб рано или поздно получат на счет цифру с шестью нулями в долларах. Они ждут. И они дождутся обязательно. Блин, ребята, вот при таких раскладах хочется пожить в трущобах иногда. Если ты знаешь, что ты через 3 года станешь долларовым миллионером. Ну максимум через 10 лет. У нас была одна история в Шэнчжине. Самое дорогое место, тоже трущобы, там ужасно, там уже все, там канализация воняла. Это самое дорогое место, потому что там люди получали от 5 до 7 миллионов долларов за свою старую квартиру. В Китае, как известно, строят очень быстро и много. Настолько быстро и настолько много, что пока в центрах больших городов квартиры стоят миллионы долларов, на окраинах вырастают новостройки-призраки. В отличие от большинства городов-призраков на планете, которые появляются из-за того, что люди уже уехали, эти находятся там, куда люди еще приехать не успели. У этого есть две стороны. С одной, для строительных компаний это огромная проблема. И недавно она чуть не вызвала кризис во всей китайской экономике, когда один из крупнейших местных застройщиков просто не смог продать все, что построил и оказался в долгах. С другой, для простых китайцев это значит, что на рынке жилья есть огромное предложение, которое давит на цену вниз. И в некоторых регионах люди даже с минимальной зарплатой могут скопить себе на жилье всего за два года. Вот подумайте, там, где живете вы, если человек зарабатывает самую-самую минимальную зарплату, доставщик, грузчик в магазине, он сможет, откладывая весь свой доход, за два года скопить на жилье. Мы в городе Хуйчжоу на побережье Мун-море, где самые дешевые квартиры в Китае на море. Хуйчжоу, название места, находится примерно в часе езды от центра китайской силиконовой долины. Это мой клиент. Ага. Мы с Максом идем к риэлтору, чтобы прицениться квартирам в пригороде Шэньчжэня. Нам предлагают новостройки на побережье. У вас вот здесь, да, прямо на море дом? Это вот этот дом? Так, какой-то из этих домов. Вот, ребят, как вы думаете, сколько будет стоить однушка? Вот так вот, прямо на море. Вместе с риэлтором мы идем на осмотр. Китайцы, даже когда уже долго ездят на автомобиле, не снимают наклеечек с лакированных деталей, ну, чтобы они не царапались. Меня ведут в квартиру, которая, по сути, оказывается трехкомнатной, потому что в Китае считают только спальню. А, то есть здесь вот эта вот комната, которую в Китае за комнату не считают. Здесь еще одна детская комната, уже даже с кроватью. здесь у нас что? Это у нас кухня. Пишут у меня в комментариях, почему у вас такие маленькие кухни в Китае. В Китае не кушают на кухне. Они готовят здесь и относят льду и уже едят вот здесь. И еще одна спальня с кроватью, с такими огромными окнами, в принципе, в пол. А сколько это стоит? Когда ты реально принесешь деньги, я думаю, что можно поторговаться, старговаться до 280-270 тысяч. И это при том, что Шэньчжэнь дорогой город с большими доходами. Средняя зарплата в Шэньчжэне по разным данным от 155 до 181 тысячи юаней в год. То есть работающие муж и жена могут за несколько месяцев накопить на квартиру. И получают они не только ее, но и посмотрите какую территорию. Вот это, ребят, двор дешевого жилья в Китае. Язык не поворачивается сказать дешевого жилья, но это реально самые дешевые дома в пригороде Шэньчжэня. Дома, которые стоят в принципе примерно столько же, сколько недорогой китайский автомобиль. И смотрите, какой двор около этих домов. Это просто невероятно. Посмотрите на размер этой детской площадки. Это просто какой-то огромный парк развлечений. Во дворе еще раз самого дешевого жилищного комплекса. Свой собственный бассейн. Причем с видом на море. Вон там видите, вдалеке это уже море. Здесь вода пресная, там вода соленая. Слушай, ну это же не навсегда эти квартиры ты покупаешь. На 70 лет, правильно? На 70 лет, но есть квартиры еще на 40 лет. Дело в том, что 70 лет это максимальный срок владения недвижимостью в Китае. Примерно так же это устроено скажем в Сингапуре, где почти вся недвижимость продается на 69 лет. Эти дома это в принципе они не простоят столько много времени. Получается все равно придет то время, когда этот дом или пойдет на реконструкцию или допустим на снос. Такое тоже может быть. Потому что вы понимали в Китае небоскребы строят их там вообще на 50 лет. На 50 лет? И что и раз в 50 лет они сносят этот небоскреб и строят новый? Пока еще не пришло это время через 30 лет мы узнаем. Ну и если твой дом сносят то тебе обязаны дать новую квартиру? Тебе или дают в этом же месте строить новые дома в этом месте новую квартиру или ты выбираешь деньги. Но денег причем дают очень хорошо. Вот так ребята выглядит подход к любому жилому китайскому дому обязательно вся территория отгорожена забором. такая проходная которую охраняет полицейский или специально обученный человек. Перед этим жилым комплексом очень часто вот такие специальные ящички для доставки товаров из интернет магазинов чтобы соответственно тебе не ждать курьера не договариваться с ним о встрече а тебе просто привезли здесь оставили и ты вышел потом забрал несколько домов огороженных забором в Китае называют гарден так ребята идем снимать цены в китайском магазине это обычный супермаркет здесь цены невысокие то есть это не какой-то элитный магазин давайте начинаем прямо с молока пакет молока самого обычного 24 юаня нет вот есть подешевле 19 юаней даже чуть меньше 18,6 юаней за пакет молока тут всякие сосисочки вот такая упаковочка 200 грамм 33 юаня чипсы вот такие смотрите какие красивые 15,5 юаней яблочки или это не яблочки это айва я так понимаю 8 юаней 6 юаней за грушу да ребята но это внимание за полкилограмма в китайских супермаркетах принято цену показывать за полкилограмма продуктов а не за килограмм так что будьте внимательны помидоры 4 юаня за вот такие есть подороже за 5 юаней но это опять же за полкило то есть килограмм 10 юаней картошечка смотрите какая молодая хорошая 4 юаня за полкило 8 юаней за килограмм в Хуйчжоу живет большая русская диаспора естественно здесь и ресторан с борщом пельменями и проливочной вместо бара и магазин привычных для жителей постсоветского пространства продуктов сушки сушки почем они здесь я так понимаю 20 юаней 20 юаней это что-то в районе 300 рублей да примерно так чуть меньше макарошки вот такая вот лапшишка 16 юаней это примерно 250-200 рублей что есть манная крупа смотрите 26 юаней ну естественно это вообще редкость 26 юаней это за 300 рублей что здесь еще из интересного где гречка-то гречки нет укроп есть вот укроп укроп реально нигде кроме как на просторах СНГ не потребляют таких количествах укроп есть а гречи нет без гречи жизнь вообще не мила вот такой вот обед дошик дошик есть ребят а сколько дошик стоит подожди дошик дошик блин дошик бесценный дошик бесценный ребят вот она вот она гречишка подъехала классно ребят в общем есть видите 20 юаней да говоришь привет 32 юаня гречка дорогая Саша приехал в Китай 17 лет назад ресторан русской кухни принадлежит ему я когда приезжал телефон еще такой без экрана с тех пор в Китае изменилось многое выросли огромные мегаполисы появилось множество своих гигантских брендов почти 800 миллионов китайцев вырвалось из бедности и теперь это страна с большим средним классом менталитет не поменялся только может молодежь то что подрастает она более игровая такая все они в телефонах играют работает очень сложно молодые люди не умеют работать то есть вот эта история про супер трудолюбивых китайцев это про тех кому больше 30 лет на самом деле мне недавно попалась статистика из Бумберга откуда Китай скрывает тщательно что в Китае с 16 до 26 лет 30% безработных людей не только то есть это у них очень высокий по миру очень высокий показатель потому что они все сидят в играх или они видеоблог делают которые не знаю что длиносит длиносит ну да ну то есть я говорю трудолюбивые это те кому там старше 30 потому что вообще-то китайцы старше 60 у нас лучший работник это наша бабуля которая моет посуду пельмени лепит она универсальный человек и я слышал у других товарищей в компаниях обычно самый лучший работник это какой-нибудь дед который свои обязанности делает приходит на час раньше приходит на час позже еще и всем помогает кто что-нибудь так сделал в общем это те самые дед и бабуля которые за последние 40 лет и создали современный Китай слушай а вот за эти годы которые ты здесь живешь что наиболее мощное в Китае изменилось Китай вообще всегда меняется вот даже пример скажу я живу ну и каждый день бываю в Шэнджине не проезжал один район в течение месяца ты проезжаешь там уже новая улица новый дом новые торговые центры не знаю там мосты строят вечно и как бы меняется он всегда мы с Максом едем обратно в Шэньчжэнь чтобы он показал мне как устроен китайский рынок поддельных телефонов даже коробки есть оригинальные оригинальные коробки с оригинальными наклейками что типа даже имей пробивается как бы если Apple узнает что здесь творится то они просто полысеют все как я но об этом ребята в отдельном выпуске про Китай заметь да что сейчас многие раньше говорили китайское китайское плохое вот мы прошли только что хейти клаб это тоже сеть напитков китайская но она сделана мы только что заходили очень красиво ну типа китайская кофейня потом Huawei посмотри как пафосно магазин Nio ну Nio машины качественные причем еще не дешевые Huawei тоже но не дешевле айфона раньше не было каких-то известных китайских брендов а сейчас их появляется очень много ну допустим магазин DJ то есть китайские бренды резко становятся большими глобальными это только начало вот именно на выход в весь мир то есть ты думаешь это начало это не то что это все это начало уже давно произошло но они здесь благодаря этой стране своей стране и страна помогала им развиваться и они добились такого успеха и выходят на весь страну слушай ну а вот все говорят что все Китай замедляется и все вся эта эра рост закончил что ты смеешься я не хочу сейчас комментировать замедляется ты посмотри что-то творится замедляется здесь здание строит каждую неделю типа хотел бы ты так замедляться но это никто да какой-то замедляется все говорят у меня уже слезы пошли да нет что завязывал замедляется розыгрыш розыгрыш про эту сумку я думаю вы все поняли как ее получить у нас это всегда максимально просто подписаться поставить лайк и написать хотя бы один комментарий среди которых я рандомом потом и выберу одного автора комментариев которому отправлю эту сумку только пожалуйста если вы что-то выиграли потом отвечайте на мои комментарии мне же надо ваш адрес как-то узнать вот например победитель конкурса в выпуске про Японию до сих пор не сказал свой адрес и я не могу отправить ни эту секси куклу ни эту баночку саке а отправить очень хочу видимо придется у нас в телеге заново разыгрывать и искать нового победителя вообще самый удобный способ следить за тем победили вы или нет это заходите в наш телеграм канал погнали если не хотите подписываться на него просто заходите время от времени посмотреть выиграли вы там что-то или нет в одном из будущих выпусков про Китай разыграю вот этот айфон это 14 про абсолютно новый заклеенный со всеми там эмэями совсем-совсем обновленный аос но это не простой айфон простой бы я разыгрывать не стал про историю таких вот айфонов и не только в том числе и будет один из наших будущих выпусков про Китай ну а вы что думаете замедляется Китай или наоборот только набирает ходу во второй серии покажу как живет китайская провинция два иностранца хрен знает где в доме на колесах в гору и пиздует посмотрим на реальную жизнь в храме Шаули когда ставишь кулак мастер следит если ты его ставишь вот так вот видите пальчиками большими себе помогаешь то все можно палкой по спине прямо грести прямо сразу я был ошарашен рассказами будущих монахов ну и покажу вам Шанхай каким бы его еще точно никогда не видели так что подписывайтесь чтобы не пропустить на комментарии я отвечаю сам ну и мы уже погнали дальше